Ага. А тут где нажать-то? Принять. У вас видно все? Я вижу, отлично. Отлично, я тоже хорошо вижу. Так, что о вас рассказывает? Я для начала хочу поблагодарить немного. Я хочу спросить, как я могу возместить материальный ущерб, чтобы оплатить доставку. Есть у вас какие-то электронные кошельки? Пока ничего не надо. Подожди. Получил, значит, я послал там фотографии-то? Да, я смотрел сейчас. Ну-ну-ну. Это сегодня только как? Целую неделю проторчали, ну, почта обедняла, ничего нет. А сегодня там с коробками поехали в Калининград, полный комплект 38, и в Красноярск. Там преподаватель теологии в университете. Очень сильно просил. Ездил к Андрею Кураеву, там он очень хорошо отзывался. Так, вопрос-то про скайп-то, как разговаривает? Ничего там не продвинулось никак? Те женщины-то? Сейчас через 10 минут я буду звонить ей. Вот. То есть мы подключим к разговору, да? И я ничего ещё не знаю о ней. Я с ней не говорил вообще на эту тему. То есть видите, как Господь устраивает. То есть она сейчас придёт, и вот я вам звоню, и то есть всё вот так вот объединяется вместе. То есть разговор у нас будет такой сейчас, вот беседа на троих, можно сказать. Вот. То есть я сначала... То есть обсудим мои проблемы, вот, почему я к ней обратился с такими претензиями по поводу того, что она мне предлагает. Она вот мне изначально предложила, давайте я вам пришлю там, вот, ну, благодатные, такие освященные вещи. Вот. А я ей ответил на это. Ну, я считаю, что в этих вещах святости-то не найду я никакой, вот, потому что веры у меня нет такой, чтобы, допустим, в какой-то вечной вещи найти что-то, где меня Господь живой, и Он вовеки один. А что мне может ещё дать какую-то благодать, или какие-то верёвочки, там, вот, или пузырёчки? Ну да, я понимаю, что в этом есть определённая благодать. Если человек приезжает на место, там, святое место, он берёт, там, земельку конкретно, чтобы он, ну, как бы на память себе, вот, он почитает вот эту землю, там, или воду из Иоанана он привёл себе, поставил, вот, ну, рельеф где-то опять. Но это же всё это проходит почтовыми пересылками, там, различными, представляете, вот, выручки, там, разоружают мутюками это всё. Вот эти вот пузырьки, там, пинают, кидают, ну, там, пинают, о чём-то можно говорить, о какой благодати только крещение народу. Народ сейчас абсолютно не зная Христа, идёт за этими шнурочками, вот, и в этом ищет спасения какого-то ложного. Вот, я вот хочу вот на этом акцентировать, что, ну, какая может быть светость, а вот в этих медицинушках. Так, а тот Сергей-то священник Дудин-то не выходил на вас? Нет, не писал ничего, пока не связывались с ним. Ну, я думаю, аж зачем он будет? Он вывод сделал, вот, а думаю, там уже обсуждать-то нечего. Я думаю, он и на вас не пойдёт. Проанализировал, Сергей. А, вот на форуме у нас, там, первая страница, ответы там по Ютубу. Он как раз выставил там какое-то недовольство, и я вчера ночью, вот, прошедшую ночь, всё, ответы ему там дал. Можете там зайти, если есть возможность, посмотрите. Это видео, по видео он там... Да, он по видео там недовольство высказал, там, а я ему тогда всё это и объяснил. Там всё подробно написано, согласно Слову Божию. И он, я подумал, что он гоняйся за мной уже не будет. Нет, конечно, он это всё получил. Он удостоверил себя своей, как говорится, неправильной информацией, и всё. Я думаю, он даже будет рассказывать о вас уже, то есть, утверждать совершенно другое будет. Я думаю, человек, он не глупый, честный. Ну, то есть, не позволит распространению вот этой ложной информации о вашем, о вашем, там, отступнической или подобных вещах. Понимаешь, суть-то в общем, что дело не в информации. Я гляжу на ту сторону. Дело в том, что всякая ложь, она рождается не от мокроты, а от общения с демонами. Это всё намного сложнее. Всякая ложь одевала, любая она одевала. Если с этой ложью человек ложится, спит, служит, причащается, то есть, он демона закрепил намертво. И избавиться от него чрезвычайно трудно. Он не знал, там, не слышал, информация поступила. Для неверующего это нормальное явление, для верующего не так. Поступила информация, он должен был помолиться. Дальше зайти в интернет, там много информации. Один из вариантов, тем более я такой открытый, везде может выйти на меня. Ничего этого не было. Они сразу усыпились. Почему? Это их кормёжка. Это трупоеды. Ему нужен труп. А тут он зубы обламывает и ничего не поймёт. Они привыкли вгрызаться в трупы с мощами. А тут совершенно по-другому. Да, конечно, ему неудобно, но выход только один. Покаяние. Покаяния пока от него никакого нет. Это очень серьёзный вопрос. Дух лжи вошёл, но не вышел. Я не знал. Ты не знал, а Дух-то Святой знал или нет? Значит, ты не в Духе Святом живёшь-то. А кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8-9. Это чужая христианство человек. Тут всё надо смотреть с позиции вечности. А позиция вечности нам известна из Слова Божия. Мы знаем, как будет суд Божий идти налево, направо, козлы, овцы. Какие вопросы задавать-то, кормил, напоил. Мы это всё знаем. Как он мог жить с этой ложью? У меня очень часто бывает так, что приходится разрешать конфликты, но приходит человек, которого я отлично знаю. И он говорит, такой вот конфликт, и уже сколько времени не можем примириться. А как? Ну, в первую очередь, я ничего не знаю. Начинаем молиться. Начинаем. Человек тут как будто кто его подхватывает и тащит к нам. Такое бывало. И с дальней стороны вдруг приезжает, открывает дверь, он как будто перед дверью стоял. Всё, полное примирение по сегодняшний день. Это Бог делает. Человеку это невозможно. Никаких знаний не хватит. Ну что, я знаю. Я буду его обличать. А он более наглый делается, что его сделали известным. Он-то из себя корчил фигуру святую, а оказался, говорит, чёрт с рогами. Ему это... Поэтому тут ничего не надо. Не говорите ещё, надо молиться и плакать учиться. У него тяжёлое положение. И то болезнь его, о которой он говорит, она не на пустом месте. У них мозга испалённая. У него воспаление мозга. Он написал мне, чтобы помолиться. Я молюсь. Но я исследую, от чего это? Я смотрю, если у меня где-то что-то не так, я гляжу, а как было? Другая говорит, у меня там шпоры на ногах. У женщины, так, ходила на танцы? Ходила. Чё стонешь-то? Ну, отплясывай теперь на кухне-то. Тебе Бог напоминает. Другой начинает там печень. Пил, пил. Ну, ещё хочешь-то? Пропил печень-то? Помалкивай, лежи. Вот и всё. Надо копнуть поглубже. Да, говори. Да нет, подбернись просто, чтобы всё это, да, это отследить нехорошо. Недобные последствия. Тут дух лжи. Понимаете, они никак не могут понять. Я тогда спрашиваю, так я скажу, ты сам от себя? Ну, теперь-то ясно, что ложь говорил. Ложь говорил, распространял, обвинял. Обвинял в колоссальных преступлениях. Когда получилось, что я единственный, может быть, был на все Советский Союз, который так ратовал за каноны и распространял, насчитал на плёнку. Ему скажи, отец Сергий, ты найди в интернете, кто насчитал все каноны с семи вселенских, девяти поместных соборов. На плёнку. Потому что тогда печати-то не было. А я магнитофоны сделал. У меня одной кнопкой сразу скрывалось больше десяти магнитофонов. И писали на скорости 19 сантиметров. В четыре раза больше прослушивания и сразу на двух дорожках. Ты представляешь, у меня какая кухня работала? У меня пришлось вентилятор в окно вмонтировать, чтобы маленько хотя бы этот фиаромагнитный слой-то уносило-то. А он... Да, как быстро стевает время. Буквально какие-то 20-20 лет и всё. Информация абсолютно куда-то испаряется. И никто ничего не знает, как будто ничего и не было. Вот и пропали труды вот такие куда-то. И люди не слыхали про них. Они у меня на сайте стоят, насчитанные. И правильно... Я... Мне скоро я связался с Юлей. Вот она мне пообещала выслать все диски с аудиофайлами. Вот. И я начну постепенно делать сайт. Да. Но я и тут возмещу, что тут надо будет. Если Сергий выйдет, скажи, главный вопрос у вас покаяние. Не бойся сказать ему. Он тебе ничего не сделает. Он тебя не истопчет. Да я не боюсь, нет. Что я... Скажи, ты говорил неправду. Ты с этим согласился, нет? Согласился, это ложь. Ни один лжец в Царствие Божие не войдёт. Ты посерьёзнее посмотри на это. Ну, я не знал информацию. Повтори, ты не знал. Но Дух Божий знал или не знал? Никто не знает, что человек, кроме Духа Божия, Павел говорит. Значит, Дух Божий знает. Да как не знать, когда он Бог-то? Так если у тебя нет Духа Божия, где ты есть? Какое ты имеешь право в алтарь заходить? Какое ты право... Если бы Духа Божия не было у него, он бы и не пошёл, бы и на свет не согласился. Значит, ты что-то толкаешь. Значит, засыпи его из-за этого. Скажи, где-то ещё что-то есть. Мерцающее такое. Уже не светит, а мерцает. Как ты мог говорить, не знаю. А меня спросили, а что ты скажешь про Дудина? Я только одно могу сказать, что я его не знаю. Я видел, матушка хорошая у него, ребятишки там бегают. Ну и то, что он говорил неправду. Я ничего не знаю и не думаю его исследовать. Зачем мне нужно-то? Я сейчас пришёл и вот только что мне принесли, вот купили сегодня жёсткий диск. Это тысяча гигабайт. Да, у меня есть так. Вот. И я обычно делаю так, скачиваю с одного диска на рабочий стол, а потом туда. Ну это так долго. Ну и сегодня два. Значит, с какого диска? Один у меня наполненный. Тоже тысячу гигабайт. И стал... Ничего не могу сделать. А нас диск на диск плохо качает. Дойдёт до конца и не может проглотить ни один пайл. Видимо, вернусь в старый метод. Но это долго очень. Не, вот это полезно, чтобы вот этот диск очень полезно. Игнатьич, давайте я сейчас позвоню вот девушке, этой женщине. Вот. И сейчас мы, так кажется, втроём. Давай. Как соединять? Что? Берите это на себя. Я ничего этого не делаю. Сидите. Я отвечу, скажу. Принял тут. Если сигнал будет, я приму. Ничего не надо. Я ей сейчас прям позвоню, и она войдёт. Нам нагулярую, и всё. Так, ещё что? Чем я? На что нужен я? Говори, что у тебя там возникло? Секунду. Я звоню ей, сейчас она к нам войдёт. Вопросов никаких больше не было таких? Да нет. Сегодняшнее собрание и... Так, не отошёл ещё? Нет, нет. Он сейчас... Нет, я на месте. Он прямо сейчас звонит ей. Вот. Я вижу, уменьшилось тут. И собрание, и занятия я уже выставил в Ютубе. Просто загони канал Игнатия Лапкина. Больше ничего не надо. Это, в Ютубе. А потом, как видно со стороны, и там всё выстроено. Ты там всё увидишь. Сколько последних дней мы выставили? Наверное, больше 100 роликов. И администрация там выставляет. Я дал миссионерские поездки, а я подбираю то, что здесь у меня было не выставлено. Ну и практически я всё загнал уже. Только на Мейл.ру не могу ещё перетянуть. Вот это у меня. Заново надо как бы накачивать. Но это очень тяжело. Я вообще не жду. Всё, жду. Всё, жду, давай. Пока не трогай. Всё, я сейчас... Я сегодня собираю, я уже... Пилюшки, бад, бад. Всё, всё. Давай. Жду. Жду. Мы тут пока... Мы тут пока... Мы следим будем? А Таишка... А Таишка... Начинает... Вот... Через рупор... Слова эти передавать, фактически. Я не знаю. Видимо, придётся мне на стол перекачивать всё. А у меня всё... 50 гигабайт. 50 гигабайт. Алло, Сергей, здравствуйте. О, здравствуйте. Марина Тарина. А вы мне звоните третий раз, и я попадаю в чью-то групповую... Групповое отчетение. Я у меня с демидацией веду беседу. Что, что, что? Вы в блоке, значит, да? Отрыви сюда как-то. Я, конечно, сейчас позвонил с человеком, и мы пойдём в беседу о том вопросе, который мы с вами подняли в обоих связей. Ну, и мне нужно включиться в вашу беседу? Давай, тогда поговорим о другим. Нажимай, конечно. Простите, а кто такой? Вот Игнатий, Маткин. Игнатий, Игнатий, это просто человек. Ну, он же сам так следует. Ну, то есть вы меня даже не спрашиваете, удобно мне это или нет. Вы меня включаете в какую-то беседу, я просто не пойму, куда я попала. И зачем это нужно вообще? Кому это нужно? Вы понимаете, мы с вами довели разговор как раз о свердости тех вещей, которые вы мне предлагали. И я просто хочу обсудить. Мы вот с человеком, понимаете, как ведём беседу на эту тему. И вот как раз вы с нами тоже. Прекрасно, ведите с Игнатием беседу. Я не доказываю свою личную точку зрения или там не собираюсь ничего навязывать. Если вы хотите со мной лично поговорить, звоните. Просто я с незнакомыми людьми вступать в какие-то комплексные разговоры, я не вижу смысла. Мне кажется, это неправильно. Почему неправильно? Ну мы перед Богом вот сейчас собрались втроём. Да сколько посреди нас? Давайте побеседуем. Боже мой. Это можно вообще беседовать, доказывать кому-то что-то? Ну почему? Я задам вам несколько вопросов, а вы ответите на них. Кому я отвечу? Ну мне. Хорошо, сейчас я вам перезвоню. Кто отошел? Он. Сергей, да? Мне его трогать не надо? Ну всё, он отошел, да? Ну тогда всё. Да, говори. Ну вот видите, как не получилось ничего. Она никакую не хочет. Она не раскрываться, ничего не хочет. Так что ушла совсем? Ну да. Ну она как бы прямо, можно сказать, кидается. Ну и не надо её трогать. Чего её насиловать-то? Раз у неё вопросов нет. Да и у меня время зря-то нету. Я подумал, что она в чём-то нуждается. Поэтому. Я тут, может быть, тоже думал, может быть, как-то поговорить по поводу вот этих вещей. И, видимо, как-то не получилось. Ну ладно, ладно. Застеснялась она, пускай. Она не нуждается. Ну не нуждается, но и хорошо. Ну и дело в том, что сейчас это очень насущный вопрос. Посмотрите, народ же едет, миллионами едет. Вот она мне сейчас про канавку, да, деревьево. Ну, посмотрите, люди же не знают Господа, не знают Христа. Вот ей там сказали, поезжай, там, земельки добери. В семье там у тебя благополучие, она станет там и в покое. И всё, и она поехала, и не знаю зачем, привезла вот этой земли, там, и молится. Я вот хотел вот этот вопрос поднять. Понятно. Ну, ладно. Нет, как нет. А те, которые к вам приходят, мужчины, там, может, священники кто-то, а они как, ничего? Если узнают, что мы переговариваемся. Ну, как же ничего? Ну, они против, конечно. Против. Они же, я же вам вот рассказывал, что он же пришёл, он вас сопоставил даже с этим. С Явашовым. Он говорит, ну, вот Явашов, Лапкин, это, говорит, всё из одной кухни. И что? Ну, то, что не стоит, как говорится, углубляться в такие вещи, вот, беру и всё, и живи. Рабы. Несвободные. Человек свободный, он свободно дышит. А у них закрыто всё. Я просто, я, понимаете, как я ищу, я вот давно уже, я буквально как лет восемь, вот, как коснулся, допустим, ваших наговоренных там разговоров, вот этих плёнок, вот, потом сайт ваш нашёл лет шесть там назад, вот, понимаете, ну, меня прям поразало вот это всё, мне вот это всё касалось. И я видел в этом, что что-то узкими, каким-то, вот, узковатые, ну, надо, как говорится, расширяться, расширяться в своих познаниях и тому подобное. Вот эти вот канавки меня всё время как-то, они беспокоили, что очень, как говорится, узенько всё, и не такой уж, как говорится, Христос-то мелковатый, надо глубже смотреть на всё. Вы когда будете разговаривать с обвинителями, ну, которые стоят на своём, они суперпатриархийные, вы, так, спросите, скажи, вы воображение имеете хоть какое-то, ну, допустим, я нахожусь в плену у турок, попал туда, скажите, ваше поведение какое будет? А если бы ты родился в семье там, родился в мусульманской семье, вы, ты так же оратовал бы за то, что есть, или ты нашёл всё-таки путь к истине? Вы однажды проанализируете себя? Кто же меня будет слушать сигнал текст? Он ко мне пришёл, я его пригласил на причастие, да, разве же, я его, он как духовник ко мне пришёл уже, он даёт мне наставление, разве же, будет он меня слушать там, какого-то раба грешного? Стоит послушать. Им стоит прислушаться, что вы им говорите. Мы вот говорим, и я всегда стараюсь извлечь, какая польза была от разговора. Я знаю, что от вечности эта встреча уже у Бога была предузнана, запрограммирована, и мы встретились. У каждого есть свой талант, а они, эти люди, которые боятся всё время, они страшно боятся где-то, чтобы их не обвинили в какой-то ереси или сектантстве. И поэтому у них что есть лучше, они всё заглушили. Они тусклые, как обмолоченные снопы на поле, у них ничего нету. С ними неинтересно встречаться. Солженицын в архипелаге ГУЛАГ описывает об одной преподавательности в университете. У них была студентка такая, но она знала, что преподавательница там умная, там профессор или что. А профессору показалось ей, что вот эта девушка, которая хочет с ней поближе быть, она стукачка. Её подослали специально НКВД. А потом она, когда закончила учиться, и с ней встретилась и говорит, какие ваши лекции были тусклые и бледные. Так а ты ещё разве не сотрудница? Она говорит, нет. Я пришла, ибо слышала от вас, что вы умная женщина, и решила, что здесь моё уровень образования намного выше будет, чем в других университетах там. А та сжалась, дрожала, и... Ну нельзя... Ну всё, если зажми вот так вот, ты не сможешь ни поесть, ни оправиться. У тебя и рот, и очко будет зажатое. Ты раскрепостись перед Богом. И скажи, вот так природа по велению Божьему меня сотворила. Я наделён вот таким талантом. Давай поговорим, как я думаю. Я никогда не говорю, мне открыто. Я говорю, так говорят, цветы отцы называют. Ублаженная Августина. Вот я сейчас писал, взял про Киприяна написал. Мне это известно. А вам неизвестно. Вы начинаете городить этот плетень слепой. Мы... Я одно запомнил, ты другое. Мы сравниваем, применяя к этой действительности, к сегодняшней-то. И человек тогда говорит, надо же, до разговора я даже не думал, что выйду из этого положения. А у меня фактически уже всё разрешилось сегодня. Я вот какие слова слышу. А они-то ничего не могут дать. Ну что может дать, это я из журнала прочитаю. А сказать поистине, то, что не сходится с патриархийным курсом, потому что курс-то гнилой и вредный. А они о Христе не думают, не о Библии, а чтобы сегодняшней власти потрафить, то есть угодить, церковной и мирской. Ну а какой же ты верующий туда? Господь говорит через апостола Павла, я хочу, чтобы вы все пророчествовали. Значит, дар пророчества, это был не единичный в апостольской церкви. А что такое пророчество? Это проповедь. Я говорю, Христос придёт судить мир. Это проповедь. Пророческая. Я говорю, явится антихрист, и будет 42 месяца. Но этого ничего нет, это пророчество. Варух фактически-то не был пророком, если так взять по большому счёту. Он был помощником у Иеремии. Но мы считаем книгой пророка Варуха. Почему? Он переписывал то, что говорил Иеремия, что давал Бог. Он говорит, так говорил Иеремия, а я записал. А Иеремия говорит, так говорит Бог. Передаться через звено. Они не интересны. Разговаривать у него ничего нет. Это если обвинять, но теперь ему помощи нет. Я говорю, а вы можете задать вопрос. Скажите. Но сегодня, ну вот вы обвиняете. Ну допустим, у кого? Меня. Ну вот вы вместе оказались, как Робинзон Круза на необитаемом острове. И вы узнали, что никогда больше вы не вернётесь. Патриархия вам и на дух не нужна. А какая от неё польза-то? Никакой. Ты же ей молиться не будешь. Теперь только живой Бог. И теперь ты не боишься уже. Тебя волну только морские слушают. Что ты будешь говорить? Ты же совсем другой. Вот обо мне пишет один профессор здесь, Сёмкин. Это умнейший человек. И он говорит, вот писатели, он был у меня на презентации первых четырёх томов. Я, говорит, их считал. Вот мы, говорят, писатели, пишем, когда мы лукавим. Мы другие, мы не такие, как пишем. А Лапкин на других темы отвечает, как пишет, он такой и есть. Выступает отец Геннадий Фаст, священник православный, теперь он магистр богословия. И говорит, у Лапкина особая особенность, особая. У православных принято ложь во спасение. Ну, человека спасти. Я никогда это лжи не допускаю. Спасти и спасти. И есть такой рассказ у Мартенцена. Одна женщина, долго у ней детей не было. И, наконец, она забеременела, родила ребёнка. Но ребёнок родился мёртвый уже. Ну, так получилось. И вот теперь врачи советуют. А у ней ослабленное здоровье. Столько крови потеряла. И она держится только внутренним напряжением, что её, она родила сына. Муж давно ждал. И теперь разговор. Говорить ей или не говорить. Ну, вот маленько пускай она окрепнет, а уж потом сказать. Но она спрашивает, покажите ребёнка. Она просто требует. И тогда врач говорит. Если правда может убить её, пусть она умрёт. Вот это единственный выход. Если правда убивает тебя, пусть он умрёт. Нам нигде не заповедано ориентир держать на то, что слабое здоровье или нет, и лгать. Да, действительно, можно спасти человека и так. Вот к одному забежал один, за ним гонятся-то. И он знакомый. Ну, они за ним, и говорят, у него знакомые здесь. И прямо в его двери эти погонщики-то пришли. К нему стучат. Кто такие? Да такие. Откройте. А зачем вам нужно? Говорят, у вас человек такой-то есть. Забегал он или нет? А он ему рукой показывает за дверь. Встань. Он говорит, я вам ничего не буду отвечать. Открыл дверь, и дверь его закрыл. Придавил к стенке-то. Извините, пожалуйста. Они заглянули в комнату, и нет, там ничего нет. Простите. Он не сказал. Он боялся солгать и спас человека. У Григорьевича и Датворца так было. Гонители гонят их, и они видят, уже рядом подходят. Они говорят, быстрее на холл рядом была, сопка. Они туда. Ну, а люди некоторые видели, они пошли-то. Ну, и показали руку. Они туда. Воины бросились туда. До макушки-то дошли, когда постояли маленько, вернулись назад. А он увидел, что идут. И ученику говорит, поднимай руки, будем молиться. Они подошли, рядом постояли. Но если бы сегодняшнее, сказали бы, покурили. Вернулись назад. Нет, говорит, еще там два засохших дерева. Говорит, стоят такие сучки у них. На них ничего уже нет. Там никого нет. Два дерева засохшие. Вот и все. Знаете, вот такой вопрос. Вот сейчас есть такая тема в православии. Господь сказал, будьте кроткими и смиренными. Вот, намучайте. Вот, и сейчас в православии вот эта вот тема понимается так, что кроткими и смиренными ходите и молчите, запите в две дырки. Вот, он же опять сказал, что церковь, ну мы воинствующие же, наша церковь. Вот, как же, мы же не только воевать внутри, в сердце своем должны, мы должны за правду стоять и в самой церкви. То есть озвучивать каждую, как говорится, неправду, каждую трещину должны находить и выносить ее, как говорится, прямо вот на все услышания, чтобы не утаилось никакой вот грязи, ни одной пылинки не осталось. Вот относится ли это кроткость и смирение? Чтобы мы молчали или мы выносили вот это все? Кроткие и смиренные? Нужно понимать так, как Господь показал, а не как монахи придумали. Мы спросим, Господь кроткий или смиренный будет? Ну как, он говорит, я кроток и смирен сердцем. Евангелие от Матфея 11, 28. Значит, кроткие и смиренные, он говорит, придите, научитесь от меня, я бы кроток и смирен сердцем. Так, скажите, он когда выгонял из храма, бещом порол, кроткие и смиренные? Ты по порядку дальше говори. А дальше злые, порождение их едины, змеи. Это он все говорил так, кротко, смиренно. Ну посчитай, какими он словами-то Господь награждал их. Даже Петр только маленько не так заступился, он сразу отрезал его. Отойди от меня, сатана. Верховный апостол. Если уж на то пошло, мы католиков должны сказать, что они поклоняются сатане. Почему? Петра охарактеризовал, ну так мы не можем, но смысл-то есть в этом. Даже, почему? Потому что ты думаешь о том, что человеческое. У нас человеческое-то превалирует на всем, что у нас в жизни есть. Но и весь сказ. Кроткие и смиренные, это означает послушные воли Божии, а не прихотям человеческим и страха ради иудейского. Замолк, ничего нигде нет, узнать не знаю. Я молчу. Такого смирения Бог не давал людям. Бог дал людям качество гнева. Если бы, говорит, Бог не дал гнева, Иоанн Затаус говорит, человек был подобен тряпке безмозглой. Он дал ему гнев, чтобы правильно пользоваться. Сравнение-то какое? И сурово Господь взглянул на них с гневом. 3-5 Луки. Когда он задал вопрос, что делать в субботу, спаси или погубить? И они молчали, он скорбя об ожесточении сердец их. Кратчайший Моисей был, Господь назвал его кратчайший. Но мы не кроткие, а кратчайшие. Ну, допустим, есть такое выражение, хорошо, сравнительно, самое лучшее, а превосходная степень, наилучшее. Видите, три ступени всегда есть. Плохой, хуже, наихудший. Но везде это все так есть. А Моисей назвал кратчайший. В третьей, в самой возвышенной степени. Кратчайший. А этот кратчайший наворачивал такое, что земля содрогалась. Когда надумали люди возвращаться назад, их стали агитировать. Моисей-то не мог справиться с обстановкой. Народ уже готов был повернуть назад. Может быть, побить его камнями. И что? Кто с Господом камня? Все. И левиты выступили. У всех в руках ножи, мечи. Но они-то объединенные были. Представь, сколько человек-то. Тысяч пять. По шатрам Израиль. И начали кто? Три голосовала уходить, выходить. Хватает его нож в бок, дальше следующего. Три тысячи восемьсот человек положили. Застонала земля. Все так. Еще кто в Египет хочет? Никто не хочет. Так, срывайтесь, уходим. Хороним их и уходим. Есть фильм такой «Моисей». Не видели? И вот когда они убивают друг друга, он только голову налево, направо смотрит только. Все. Он мечом прорубался, как Мухаммад, как Магомед. Но это ладно. Но главное-то, что он получил характеристику от Бога кратчайшую. Вот оттуда и сходите. Где нужно постоять за правду. Не бойся. Павел был кроткий или нет? Да, конечно, он не кроткий, он и не апостол никакой. Конечно, кроткий. Что, он от Христа не научился? А постоянно пишет, говорит, прийти к вам, говорит, с жезлом или с любовью? Жезлом, палка железная. То есть он будет налево-направо молотить. Вот как он коринфянам будет. Пишет. С чем хотите, чтобы я пришел к вам? Дайте мне знать, с тем я и приду. Я наведу порядок вам. Это лжесмирение. Люди выдумывают это. Это лжесмирение. Как раз у Данте есть такие вещи. Он пишет, что самые горячие места в аду предназначены для тех, кто в трудные времена для страны или для Отечества сидел в конурии и молчал в своей. Не сейчас ли такие времена, когда нам нужно просто кричать про полный волос, очнитесь, проснитесь и повернитесь на путь истины. И Евговорит, как можем мы молчать, если Бог дал слово, утешение? Мы обязаны говорить. А это скотина, бессловесная тварь. Они ей стараются уподобляться. Там ничего нет христианского в этих советах. А ты правильно воспользуйся кротостью, правильно воспользуйся гневом. Дерзко не смотри. Старше признавай. Ну понимаешь, где выше, где сказать, где нет и все. У меня было такое, приехала комиссия, это в советское время, там 70-е годы. Ну и стройка, на стройке работают люди. Какие недовольства? Ну как проверочная комиссия-то. Началось тут большое. Ну какое недовольство? Молчат все. Так что, у вас никаких замечаний нету, а мы строим пятиэтажные дома. Я на стройке, я прораб. Я говорю, есть. А какое? Я говорю, женщины на третий этаж носилки носят с песком, с раствором вручную. Вы же понимаете, что с этими женщинами будет. И дальше стал с ними говорить. Он вскинулся. Я скажу, у вас какой-то евангельский язык. Я говорю, вы правильно определили. У меня все хорошо, мне не надо. Я работаю, работаю. Но я вижу, как уродуются люди. У нас кран есть, ни крана никакого нету. Да, хоть и маленький какой-то. Кроткая и смиренная. Слова кроткие, но они их прожгли. Кротко сказанное слово. Оно переламывает кости. Так премудрый говорит. Как сказать? Я вот сегодня, если посмотрите, сегодняшнее собрание. Я его начал с тем, что у нас в трапезной я нашел, кто-то привез большой. Такие плакаты, ну, больше полметра, заложены в старую коробку, ну, картонка, как раскрывается-то. Ленин живее всех живых. Я тогда, давая этому чудовище, давать характеристику, кто он такой. От Адама не было такого чудовища. Он полмиллиарда людей взглотнул. И притащили, ну, в кощегарку. И все. Да, я вот думаю, вот такие ваши, я вот сколько, ну, много я уже в ваших роликах пересмотрел, и старых, и таких, и нынешних. Ну, я вот не знаю, ну, я смотрю, допустим, Дмитрия Смирнова, да, вот, ну, нравится мне, нравится, вот эта гробость его, нравится. Ну, прям, по-равному матку режет. Ну, прям, десятку бьет. Вот и то же самое, как говорится, и в ваших выступлениях, вот этих передачах ваших. Я считаю, это надо как-то, ну, как-то расширение делать, пошире, что надо расширяться как-то. Надо народ, ну, надо давать его. Это свобода, свобода, Сергей. Где Дух Господень, там свобода. Я молюсь, положено сказать, я говорю. Я не боюсь, но если я мог тебе не говорить что-то про бороду, а я сказал. Ну, а человек замкнулся, зачем он меня учит про бороду-то? Ну, и выключил, и больше разговаривать не буду. Но я-то говорил не для того, чтобы потерять тебя, а для того, чтобы ты знал, что есть вот то-то, то-то, то-то. А ты сказал, мне нельзя. Все, мне больше тебя не надо убеждать. Я не скрыл, я сказал. И сказал, я могу объяснить, почему. Потому что я хочу, чтобы ты был безупречным, чтобы ты был в раю. Так неужели это имеет значение? Но я не умолчал. Ты можешь сказать, я умолчал? Нет. Ну, и все на этом. Я на суде Божьем скажу, я не умолчал. А это они, они все умолчают, они боятся вышестоящим сказать. Ну, я разбираю вопросы, ответы патриарха, Алексея. Тогдашний митрополит был этот Гундяев Кирилл. Его вопросы разбираю, Старообрядческого. Тогда был у них Адриан, теперь Корнилий. У каждого это по 60 вопросов они отвечали. Я их подробно разбираю. А зачем мне это надо? Вот людям это нужно сегодня, сориентироваться правильно в этой жизни. Куда идти? Так они говорят, правильно или неправильно. Есть правильно, есть неправильно. Я могу сказать даже точный процент, сколько говорят они неправильно. Примерно 87% неправильно. А 13% правильно. Это среднестатистические данные. Я показываю, почему. Он говорит, вопреки Священного Писания. Ну и как? Я с кем должен создать? Если не то будет говорить, то будет анафема. Павел говорит Галатам 1.8. Мы так и должны понимать. Ладно. Значит, тех сестер не трогай больше. На контакт они не пошли. У них свои причины есть. Может быть, не время еще они думают. Если у них будут вопросы, они будут искать и находить ответы. И узнают, что можно получить ответ. Вот как у меня первая строчка. Там вопросы и ответы. Здесь, на форуме. Я отвечаю на вопросы. На самые простые вопросы. Я очень пространно на них отвечаю. Места Писания. Что Святые Отцы об этом говорят. Ну, у меня материал под рукой. Он сейчас выставляет фотографии. Этот администратор-то там. Вот. Его звать Гавриил. Он мой крестник. Я с ним познакомился уже. Познакомился уже? Ну, вот. Что нужно как соединять, то другое. И вот они, материалы-то какие у них есть, они это выставляют. Я дал полное добро, как распорядиться. И он выставил фотографии. Набрал у нас с Mail.ru и с форума. И сумел к ним прикрепить там буквы, слова-то. А теперь меня просит он. Каждый раз наберет, когда сколько-то. И наберет. И какие места Писания к этим. Ну, я еще. Это моя, говорится, стихия. Я на каждой фотографии два стиха даю из Библии. А он их сразу прилипляет. И кому-то там в контакт. Я не знаю, куда. Одноклассники. И говорит, по всему эфиру везде все разлетается. До того людям это нравится. Видишь, как мы избрали такой путь. Он набирает. Он дает задание мне. А я его сразу выполняю. Пройдет часа два. Я уже все оформил. Он забирает их. Теперь расставляет. Дело пошло. Один человек что сделает? Мы нужны друг другу. По-своему. Слушай, интернет. Интернет, потому что сейчас такая-сейчас такая вещь. Да, вот, как в Евангелии, в апокалипсисе скажут, что и будут пророки, те на площади убиты, и весь мир будет наблюдать за ним. Раньше-то пойми, как весь мир-то увидит. И таким образом-то их увидит. А сейчас-то, ну, понятно, все открыто. Это же интернет. Да. Сейчас такие вещи можно делать. А вы знаете, кто изобрел интернет? Ну, я знаю, но я не помню имени, конечно. Тим. Тим. Это Тимофеев. Сокращенно. Тим. Барнерс Ли. Три слова. Ли с большой буквы. Вы, если зайдете, интернет у меня наберите, поисковики на форуме. Там подробно все он рассказан. Его биографии, его фотографии. Интернет просто вставите. Все. Общий поиск. Об интернете, вот, ну, я не знаю, может быть, это пасни какие, не знаю. В общем, в России был интернет-то запущен для того, ну, как я говорю, сейчас идет вот эта масонская программа по уничтожению населения российского, русского, точнее. Вот. И интернет был запущен в качестве развращения народа. То есть, вот вспомните первые годы. Там же, ну, нельзя, и, знаете, на любую страницу не зайдешь, там, что творилось в нем. Конечно, это как один из элементов. Там много пакости. Но мы-то с вами говорим, мы не развращаем. Да, народ совершенно в другое русло. Пустил ты интернет, оказывается, вон, что, сейчас на этиоты, гадости, и не смотрит никто. Все уже отворачиваются от этой рекламы, плюнются, как уже, понадоело, а там вот эта реклама. Вот даже и неверующие люди, и обычные, как говорится. Вот, ну, надоело уже сколько можно вот этой мерзостью. Уже ищем правду какую-то, вот, чтобы на сердце она ложилась, как говорится, таким одеялом теплым. А вот как раз это теплое одеяло сейчас вот и вы можете раздать людям, которым они нуждаются сейчас. Сейчас как народ весь просто ужасно, стонать начинает вот от непонятности вот от этих, что дальше-то делать. Вот, ну, все уже, все, у всех, у всех все есть. Машины, квартиры, миллионы. Уже, посмотрите, у нас вот Воронеж наш, да, казалось бы, там, какая-то периферия. Но у нас уже все, у нас все миллионеры. У нас такие квартиры люди покупают. Ну, такие, ну, в семье по три машины там, роскошных машин ездят. И все, и люди стонут. Что делать дальше? Я все имею. А как жить дальше? Не знаю, они просто идут и вешают. У нас начальник железнодорожного управления, сын, какой-то бизнес у него огромный там был. Пошел и повесился. Я спрошу, Сергей, вам попадала в руки книга, читали, хижина дяди Тома, Бищерстоу. Я давно, я уже даже не помню, по-моему, не начинал. Вот, ну, коротко сказать о том, как рабовладельцевский строй там был, еще в Америке когда. Но главное, что он гремят цепями, негр, уверовал во Христа, и только одно, цепи гремят, он схлопает руками, как счастлив я, что я всегда с тобой. А человек, все имеющий, сам себе пулю в лоб пускает, я не хочу жить. А он счастлив. Вот и все. Я считал как-то про одного язычника, у него два сына были, и оба были на фронте. Ну, а он тут получил большую премию, и на него лавровый венок надевали. И когда надевали, в это время гонец прибежал, и к нему сразу, и говорит, вашего сына убили. Он осторожно венок снял с головы, и спросил, какого. Ему говорят, младшего, которого вы больше всего любили. Он поставил, говорит, да. Я знал, что он смертный, и опять надел венок. Все, скорбь кончилась. Это язычный. А христиане, тем более, любое событие, что бы ни было, я благодарю Бога, это его промысел, он меня любит, и он знает, и на этом все. И куда бы ни повернул, сколько мне, чего надо, у меня ничего нету. Ну, мы нищина всех обогащаем. Вы когда получите книги, и те люди, которые будут приходить, вы им дайте в руки и скажите, вы такие книги видали, держали в руках. Со всех сторон осмотрите, понюхайте, на зубок попробуйте. И вот полностью толкование Нового Завета у вас будет. Полностью по Святым Отцам, с Матфеем и с Откровением. И там же 297 моих комментариев. Комментариев на Блаженного Фефилакта, на тех местах, где он говорит о необходимости изучать Слово Божие и всем проповедовать. Только это. То есть я расширяю это. Расширяю. Я там Игнатия Брещанинова беру, Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворника. Я пообещал, я еще не имею, а он уже пообещал вчера. Он был у меня человек, я говорю, да вот мне книги пришли. И у него таких книг не было никогда и не было целым. За 2000 лет впервые вышло в полном комплекте толкование Нового Завета. Ни в Западной, ни в Восточной церкви этого не было. Кроме того, мы раскрасили Гюстава Дары 230 иллюстраций в полный лист. Самая полная, это лучший иллюстратор Библии. Красочно так. И 10 из классики взяли, это как бы на мои комментарии. Да, эти книги прям нужно беречь и я думаю вот на них. И одна книга, это трех томик, их в пакет две книги входят. Для слова Божия нет уст. Она начинается как бы моя автобиография, она из одних документов. Про нашу деревню, про лагерь, про суд надо мной, про все. Каждая книга 752 страницы. Это не брошюры. Все в твердом переплете. Вот так. Ну что, если я не нужен, отпускай. Ну да, вроде бы поговорили. Конечно. Во славе Божия. Все, оставайтесь с Богом. С Богом. Храни тебя, Господь. Мы тебя помним, брат. До свидания. Господь, до свидания. Молодец. Видишь как? Он нужен. Он нужен и очень сильно. Господь усмотрит. Мы поедем, если мы поедем, мы едем практически через этот город, когда начнем спускаться в Грецию. Если только так все будет, тогда я ему завезу, могу и полный комплект завезти. Очень дорого стоит. Я плачу сейчас, и они не рассчитывают никто. Я пока не настаиваю. Почти по 2000 рублей только плачу за почтовые переводы для них. Знаете, за посылки. Вот посылаю где. И как-то мне спрашивать неудобно, нуждаются. Я не считаю стоимость книг, а только стоимость пересылки. Слава тебе, Господи. Давай. Адель.